На рацию инспектора поступает сообщение, что на проспекте Гагарина целый ряд машин припаркованы не по правилам. Прибыв на место, инспектор начинает работу с громкоговорителем. Тех, кто не услышал, ждет принудительная эвакуация. А, сейчас попробуем связаться с водителями, чтобы появились. Дадим людям шанс. Минут через 10, если никого не будет, вызовем эвакуатор. Попробуем связаться с водителями, потому что штраф у эвакуации это тяжело. У нас в настоящий момент в городе Смоленске два эвакуатора. Эти эвакуаторы муниципальные, принадлежащие администрации города Смоленске. Вторая организация, она официально зарегистрирована в Е-реестре Смоленской области, которая имеет функции и полномочия эвакуации, имеет свою специализированную стадиону. Тоже есть еще одна проблема. Например, из этих двух эвакуаторов, один эвакуатор, он не может работать по большим машинам. Его конструктивная особенность не позволяет эвакуировать микроавтобусы, маленькие грузовики или в том числе джип. Это довольно-таки тяжелая машина и конструктивная особенность эвакуатора не позволяет. Второй эвакуатор, который у нас есть, он может эвакуировать, но опять же, до определенной весовой категории. Меньше всего шансов расстаться с авто у владельцев престижных иномарок. Мало того, что они, как правило, слишком тяжелые и не по силам подъемникам, так еще и владельцы таких машин нередко чувствуют себя крыльями парковок, бросая железных коней, где попало. Так что расплачиваться за соседей по парковке приходится владельцам машин попроще. Субтитры создавал DimaTorzok Эвакуаторов в городе только два и количество личного состава ДПС сокращается. Всему виной реформы МВД. Так что следить за нарушителями правил парковки становится все сложнее. Руководство ГИБДД нашло выход в точечные мероприятия. Другими словами, инспекторы периодически отрабатывают одну из улиц. Все расходы за эвакуацию транспортного средства, за хранение на специализированной стоянке, все возлагается на правонарушителя, водителя, который, соответственно, оставил свое транспортное средство, припарковал на положенном месте в нарушении действия дорожного знака. Мера очень действенная. Если раньше, когда мы эвакуировать не могли транспортное средство, многие водители очень хитрые, так из практики вам скажу, ждали, пока сотрудник госавтоинспекции просто уедет. И дожидались этого, и забирали свое транспортное средство. То теперь, когда гражданин видит, что подъезжает эвакуатор, так сказать, все выходят из тени, и, соответственно, мы уже их привлекаем к административной ответственности.